Ария намного меняет. Всем привет. Привет, Сочи. Где лечите зубы? Вы как экстрасенсы. Я как раз приехала сейчас к зубному. Просто раньше на 15 минут. Поэтому решила к вам зайти. Вот где я лечу зубы. Видите, сзади моя клиника. Видно? Называется Эверест. Я у своего доктора лечу зубы уже 10 лет. Где вы берете идеи для своего муна? Да в голове. Нигде не беру. Просто представляю какой-то образ. Или открываю гардеробную и думаю, чего бы мне не хватало здесь. Делаю для себя и для вас. Нет, крем от растяжек не подскажу. Потому что ничем таким специальным я не пользовалась. Здравствуйте. Спасибо. И вам. Я как всегда, как всю свою жизнь, я использую какие-то увлажняющие лосьоны, масла. Я делала все то же самое 2-3 раза в день. У вас круто. А что круто? Привет. Привет. Вот, кстати, иногда... Вот, кстати, иногда... Блин, да что ж такое? У всех, да, плохое изображение? Вот, кстати, иногда... Блин, да что ж такое? У всех, да, плохое изображение? Ну, видимо... Вы мне напишите сейчас, как изобретать. У всех, да, плохое изображение. Сложно. То есть, мы таким образом пытаемся назначить на кого-то открепление. Вот, другое дело. Это было бы неправильно, и, конечно, было бы здорово, если бы учителя сами проявляли интерес к жизни своих детей. Фильм какой посоветую? Блин, да так сразу и не вспомнишь. Ну, вы смотрели, вот, полгода назад, по-моему, он вышел. Идеальные незнакомцы. Классный фильм. Нет, я в водолазочке. Это не костюм, в тоненькое. Тебя муж привез? Нет, я сама себя привезла. Облачный атлас, ну, для меня нудноватый. Со смыслом, ну, нудноватый фильм. Мне было тяжело высадить. Процедуры для лица в салоне или домашние? Нет, кератин, ботокс не пробовала. Я вот сейчас прохожу курс лечения волос. Я как-то выставляла в историях. Вы, наверное, пропустили, да? Что-то я себе, естественно, болтала с салоной. Вот. Ну, мне нравится. Вот смотрите, видите, какие волосы такие, ну, здоровенькие. Так это без укладки, без ничего. Это они просто высохли. Мне очень нравится состояние. Ну, если это актуально для вас, я могу закончить. У нас еще две процедуры. И через пару недель могу написать пост по уходу салонных процедур. Если актуально, то напишу. Прям напишу, что я... Я уже писала такой пост месяца три-четыре назад. И я вот могу повторить из нового, что я делаю для лица, для волос и для тел. Нет, волосы не крашу вообще. Ужасы, да, люблю, но пила 8, это больше не ужасы, а мерзость какая-то. Такое мне не нравится. Мне нравится там, где интрига, в ужасах, какая-то загадка. Нет, не пробовала. Волосы феном не сушу. Ну, только если в салоне. У меня дома даже фена нет. Привет. Сильно виснет, но я даже не знаю, что мне сделать. Мне уже 30 лет. Пока что еще 30 лет. Лесницы крашу раз в полгода. Книги я выставляю регулярно в историях. Смотрите. Катя приобрела у вас водолазку. Надеялась, что как на картинке. Опять обманули. Девушка. Знаете, во-первых, я вам могу сказать, что мы продали, ну, наверное, водолазок 400. Вот. И если примерно 5 людям они не подошли по размеру, это не значит, что мы обманываем. Что значит? Значит, вот получается 395 человек получили водолазку, счастливы и вернулись и просят еще, чтобы пополнить коллекцию свою другими цветами. А вот из 400 мы именно вас обманули и отправили вам короткие рукава. Значит, она просто не подходит вам по размеру. Вам нужно внимательнее выбирать размер. Вам сбрасывают все данные. У нас тоже одна девушка, которая с ростом 164 сантиметра и, внимание, с весом 68 килограмм, вы примерно представили габариты человека, заказала водолазку S. И тоже говорит, вы меня обманули, она мне маленькая. Но это как надо себя любить, чтобы считать, что при таких параметрах вы S. И вот вы мне сейчас тоже пишите, вы меня обманули. Ой, ну, значит, вы просто не наш клиент, извините. Я вот поражаюсь таким громким заявлением, честное слово. А как быть, если рукава, перчатки, они мне впиваются? Ну, это, ну, это ваше индивидуально. Мне тоже немного там впиваются. И иногда я заказываю вещь, мне тоже бывает, она не идеально подходит по размеру. Но я не кричу, что меня кто-то обманул людей. Все понятно. Привет, Тобольск. Я сама являюсь клиентом очень многих интернет-магазинов. И не всегда довольна. Надо закрывать страницу перед эфиром, это точно. И не всегда довольна тем, что я заказываю. Но, блин, заходить, вот это вот, писать. Я так поняла, что, знаете, у меня сейчас создается впечатление, что это какая-то такая пропаганда, которые люди специально собрались, или, знаете, наша антиреклама. И дождались эфира, чтобы написать вот полнейшую просто глупость, вот честное слово. В том числе о том, что наши вещи колючие. Я не переношу даже вот немалейший дискомфорт. И сколько я провожу времени на производстве именно для того, чтобы вещи не были колючие. Их носят девочки, участвуют в фотосессиях. Я свитер ношу на обнаженное тело. Ну, это глупость. Это просто. Я вот готова на детектор сесть и вас посадить, и поспорить на огромную сумму денег. На миллион рублей. Понимаете, чтобы его померил 10 человек. Нет, волосы не крашу. А мне очень понравилось изделие. Каждую коллекцию жду и заказываю всегда в восторге. Ну вот, поэтому меня, наверное, так и цепляет. Потому что это не критика. Это просто, я даже не знаю, какая-то такая бестакность. Знаете, вот из той серии, какие ужасные сапоги. Хорошие сапоги надо брать. Это вот из этой же серии. Потому что, если бы я вела бизнес, как... У меня платье муное, оно нереальное. Если бы я вела бизнес, как его ведут многие девочки в Инстаграм. Например, заказывают вещи из Китая и продают с 500% накруткой. То я бы, наверное, спокойно отреагировала, заблокировала бы тихонечко и молчала. Но сколько я вкладываю души в эти изделия. Это наше производство. Пряжа. У Серико Папы на юге России самый большой склад пряжи. Который знает вообще вся Россия. Просто мы не озвучиваем эти конкуренты. Это ни к чему. Я не какая-то там девочка из интернета, которая из Китая заказала. И меня все постоянно трогают, когда на мне вещи мною. Я вкладываю душу. Более того, я делаю то, что не делают многие. Я покупаю подарки. Я заказываю конфеты для наших клиентов. Причем каждую конфету я пробую. Перед тем, как заказать. Ну, то есть. Адекватно. Столько времени. Отвечаю на все вопросы. Вкладываю. Люди бестактные. Блин, я так рада, что большинство. Не успеваю сейчас читать комментарии. Но я рада, что большинство людей реально ценят. Мне даже мои сотрудники говорят. Екатерина, ну это нереально столько вкладывает души. Я приезжаю на отправку и проверяю, чтобы каждый получил закладку для книги. Не просто открытку. Я все время что-то придумываю. Мне хочется проводить конкурсы. Я приезжаю на отчеты к своим сотрудникам и говорю, давайте придумаем какую-то акцию. А они мне говорят, Екатерина, какую акцию, если у нас скупают все изделия и мы не успеваем делать до заказа. Людям не достаются желанные изделия. Зачем нам акции? Мне хочется. Я говорю, ну все проводят и мне хочется. Давайте что-нибудь классное. Давайте какие-нибудь подарки, скидки придумаем. И просто, когда вот кто-то заходит и пишет, вы меня обманули. Ну, наверное, вас в этой жизни еще никто не обманывал. Дай бог, чтобы это был самый большой обман в вашей жизни. Каждую конфету пробую. Ну, реально, мне привезли. Вот я сейчас заказала для вас, для наших клиентов 50 килограмм конфет. Можете себе представить? 50, чтобы они доставались всем нашим клиентам. Заказала в 1000 закладок. Так, заказала, еще приехали такие маленькие презенты. Вот. Короче, столько всего. Будут еще свитера сладкими. Сладкими на локтях, которые, так они и сейчас есть еще в наличии. Как раз на них сейчас акция. Их можно купить. Если купить два в любом цвете, в разных, то будет скидка на каждым. Так, мне кажется, уже надо будет идти к зубному. Ну, в общем, я поняла, да, что не обращать внимания. Всем обманули ее. Видал? Тот у меня провокатор нашелся тут. Я не клиент, просто левый, поэтому ты простой сейчас. Ладно, пошла я к зубному. Три минутки еще сидим. Вот, вы часто заказываете вещи в интернете и часто ли находите в них какие-то приятные презенты, а я нет. Более того, мне еще отвечают по полдня, когда я хочу что-то заказать и все такое. Как у брундука, везде жвачки. Не только, я вам сейчас покажу, у меня не только жвачки, у меня еще вот, ой, не тот, не тот отдел. Видите, что в сумочке лежит моя, это Мерлан и зайчик, и еще вон. Ну, сначала я наедаюсь, шоколадок в машине, полный запас. А потом иду зубы лечить. Сначала шоколад, потом зубы. Но на самом деле, на самом деле я сейчас иду, у меня откололся кусочек зуба, потому что, внимание, мне даже стыдно сказать, почему у меня откололся кусочек зуба. Я решила смешать три вкуса жвачки хуба-буба, вот этих огромных подушки. Можете себе представить, просто у меня кусочек зуба не выдержал. Серый говорит, знаете, 30 лет, вот какие три жвачки хуба-буба. Да, эфир надо однозначно закрывать. Люди не перестают меня удивлять. Наверное, никогда не перестанут. Особенно девушки. Я еще могу понять парней-бедолаг. Ну, когда девушки. Нет, у меня нет татуажа бровей. Никогда не было. Вряд ли когда-то будет. Я не могу отвечать в директ, потому что у меня там, я не знаю, наверное, сообщений 500. Поэтому, если я какие-то сообщения... Привет, Крым. Говорят, это самое безопасное. Да, очень нравится. Как автозагар влияет на грудное вскармливание. Не понимаю. Привет, Казахстан. Мой врач Иван Михайлович Сапыч. Уже 10 лет. Нет, к появлению Тамерлана мы специально никак не готовились. Это все так произошло. Рисули один разочек попробовать и попробовали спустя 13 лет. Блин, да что ж такое? Кто вы все, бедолажки? Откуда вы все понабежали? Мне прямо надо какую-то памятку на телефон наклеить. Что надо закрывать эфир. Жуть. Привет, Сочи. Мне нравится это слово, бедолаги. Но вы можете его использовать. Пошла я. Сейчас уже будем прощаться. Привет, Питер. Как мы хотим к вам приехать в гости на самом деле? Очень. Вы довольны стульчиком? У нас не мимо стульчик. У нас блум. Мимо, я не знаю. А блум очень классный, красиво. Моя клиника. Сколько неадекватного мужского внимания. Это точно. Ты в топовом эфире. Нет, правильному питанию. Не придерживаюсь. А вон мой доктор. Иван Михайлович застеснялся. Привет. Спасибо за костюм. Он супер. Ну вот, видите. Привет, Челябин. Сейчас я надену бакилы. Одну минуточку. Вас легко влюбиться. Блин, как люди ведут прямые эфиры и делают еще миллион дел. Так, все, кто пишет плоти и комментарии, имейте в виду, что когда настанет конец света, вы не выживете. Поэтому я вас предупредила, имейте в виду, вот все, кто сейчас там вам крышка. Иван Михайлович. 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 Привет. Здравствуйте. Я уже все, да? Могу идти? Я надо подождать. Иван Михайлович. Можешь выпить чашечку. Могу? Хорошо, хорошо. Закроем эфир. Хорошо, хорошо. До свидания. Всего доброго. Кофе, да? А есть чай? Черный. Ну я пока жду. Мне сказали 5 минут подождать. Кто просит пристроить песика, напишите мне в директ. У меня там очередь из, наверное, 10 малышей четвероногих. Я их по очереди выставляю. И частенько пристраиваем. Грудью кормлю. Не крашусь. Иногда, очень редко. Джемпер с одним рукавом. Может быть, к Новому году штучек 10 я привезу из командировки. Вам все равно какой цвет? Привет, Ириша. Нет, у меня не удалены комки. Ничего не удалено. Добрый день. Когда костюмы Мунаи будут? Они сейчас доступны к предзаказу или уже закончились? В основном все из Европы через Хантерсов. Ну а одежду часто в обычных каких-то масс-маркетах недорогих. Мне больше нравятся обувь. У меня вообще одежда-то немного. Ну, мне кажется, по сравнению с девочками. Ириша, давай нам тоже какой-то прямой эфир информативный. У тебя, кстати, на концентрат, по-моему, сейчас акция идет. Я одним глазом увидела. Вот у Элины Ламер мой любимый концентрат, по-моему, сейчас идет с акцией. Имейте ввиду. Вот мне надо заказать, кому нужно для лица. На него, по-моему, скидка сейчас пять тысяч, да? Или я что-то путаю? Это я сейчас наговорю. Все придут к тебе за концентратом. Минус пять тысяч. Как долго планирую малыша кормить? Ну, я думаю, до годика. Еще, наверное, месяца полтора. И будем потихоньку отучать. Надеюсь, что он сам уже так. Хотя по нему не скажут, что он сам отойдет. На перемены погоды нет. Красный или черный? Я поняла. Люблю ваши чувства юмора. Черное. Спасибо. Элина, давайте эфир про парфюм. У Элины классные эфиры, да? Согласна? Она всегда что-нибудь интересное рассказывает. Спасибо. Автозагар только ламер. Очень крутой. Не желтый, легко впитывается, вкусно пахнет и не пачкает одежду. Не желтый, может быть. У Элины. У Элины. У Элины. Вы передумали идти к врачу? Хех. Нет. Он попросил подождать. Я чуть-чуть раньше приехала. Посмотрите, с кем я сижу. С зубными феями. не знаю как поставить телефон чтобы чай попить ничего себе у вас вопросики нет на такие вопросы я не отвечаю это уже знаете совсем прямом эфире нет эпидуралку не делала а я пойду без тебя это не больно точно тогда все прям сейчас все иду так все я прощаюсь выйду к вам по позе постараюсь